Так, друзья, сейчас у нас будет интересный эфир с интересным человеком. Так, минутку ожидания, да? Так, друзья, добрый вечер, всем хорошего настроения, сейчас будем общаться с интересным... Секундочку. Здравствуйте, Агафья. Добрый вечер. Здравствуйте, как поживаете? Ничего, спасибо, нормально, все так? Слава Богу, спасибо, все тоже нормально, потихонечку. Так, друзья, это Агафья, она ясновидящая, очень талантливый человек, поэтому у кого какие вопросы, проблемы, я думаю, вы пишите свои имена, дату своего рождения, правильно? Да, имя и возраст, не обязательно, имя и возраст. Ага, понял, имя, возраст и можете задать какой-либо вопрос сейчас онлайн и Агафья вам с удовольствием на него ответит, поэтому не стесняйтесь, вперед, дерзайте. Я знаю, вы у нас любите вопросы задавать. Как репутация, Валер? Растет, вполнеет, скоро будет больше, чем я, мне кажется. Слава Богу. Кушать хорошо. Слава Богу. Так, друзья, не просто имя и возраст пишите, пишите имя, возраст и вопрос задавайте, там, не знаю, что вы хотите узнать, может, про любовь. Кто хочет узнать про личную жизнь, кто, что ожидает в новом году? Ну вот, у меня вопросики уже пошли. Так, Елена, 27 лет, Павел, 34, что в семейной жизни? Елена и Павел, кто в семейной жизни? Ожидает в ближайшее время. Так, Леночка, готовьтесь. Ожидает вас ссоры и немножечко будет судебное разбирательство. Выпадают казенные хлопоты. Будьте поаккуратнее, будьте повнимательнее. Так, у нас здесь пишет Руслан, 35 лет. Последний год мне получается зарабатывать, хотя тружусь изо всех сил. Так, Руслан, сколько там лет? 35 лет. Руслан, 35. Что с финансами? Готовьтесь, вам выпадает подарок судьбы. Перемены и полезное знакомство. Подарок судьбы – это исполнение желания. Значит, ваши финансы поправятся. Так, здесь у нас Оксана задает интересный вопрос. Ей 36 лет. Как снять венец безбрачия? Оксаночка, это, знаешь как, это такой щепетильный вопрос. Ты можешь оставить мне свою заявочку в личке, в директе, или перейти в шапки профиля номер моего ватсапа. Там мы можем, в принципе, обсудить это тет на тет. Так, вот Виктория еще интересный вопрос задает. 35 лет освободят ли моего мужа в этом году? Виктория 35. Пусть она обязательно имя и возраст этого человека напишет. Потому что надо... Да, Виктория, пиши возраст человека, которого ты ждешь, и как его зовут, тогда точно сможем ответить. Так, дальше. Мария 25 лет хочет понять, что ее ждет в будущем. Мария 25. Что ждет в ближайшее время? Так, есть друзья, которые сейчас, вот у тебя есть какие-то проблемки? Они подадут тебе помощь. Руку свою подадут, я тебе хочу сказать. И еще старание. Нужно старание и стойкость. Пока так. Так, вот мне интересный вопрос. Виктория 52 года. Когда у меня будут внуки? Виктория 52. Когда будут внуки? Когда будет пополнение на исполнение желания, мы смотрим. Радость, счастье, скорости, Вика. Скорости, дорогая моя. Слушайте, такой вот щепетильный вопрос. Конечно, Юля 28. Будут ли дети здоровы? Ну, это, знаешь, на карты так, в принципе, не посмотришь. В трех картах я это не посмотрю. Да, да. Так, Юля 37, Руслан 37. Что с финансами ждет? Юля 37, Руслан 37. Поправятся ли с финансами? Ну, пока что пустота. Не вижу. Пока оно будет так идти, как оно сейчас идет. Застой я не вижу. Так, Татьяна 40 лет. Что ждет в новом году? Татьяна 40. Что ожидает в новом году? Танечка, высокий профессиональный уровень. Готовьтесь к переменам. Оптимизм и облегчение. Солнце вам светит. Вперед из песни. Так, Юля 37 лет. Найду ли хорошую работу, спрашивает. Юля 37, да? Будет в нашей стране, по-моему, сейчас все безработные. Сомневаетесь почему-то в себе? Вижу очень большой страх такой. Ну, не переживайте. Двери открываются, дороги, я смотрю, открыты. В скорости у вас будет тоже все нормально. Так, Оксана 32 года. Хочет понять, что у нее будет с личной жизнью. Оксана 32. Что будет в ближайшее время с личной жизнью? Триумф, заслуженная победа. И знаете, разрешение проблем с вашим партнером. В принципе, нормальные карты, оптимизм. Так, вот такой еще интересный вопрос. Светлана, 57 лет. Нужен ли переезд в другой город? Светлана, 57. Нужна ли дорога? Перемены к лучшему. Да, переезд нужен. Будете наслаждаться жизнью. Так, Кристина, 33 года. Так, вопрос тоже очень интересный. Закончится ли черная полоса в жизни? Кристина, 33, да, Валер? Угу. Так, что ожидает в ближайшее время? Давай так. Кристиночка, вот я вижу, что вы страшитесь того, чего на самом деле нет, да? Вы как плену собственного страха и убеждений, да? Да, был, я вижу, что был провал планов. Ну, пройдет. Эта черная полоса пройдет, потому что есть перемены. И вас ожидает переезд. Я вижу, что дорога ожидает вас переезд. Так, Эльвира, 25 лет. Что по части здоровья? Я болею псориазом. Ничего себе, вопрос. Эльвира, 25. Что со здоровьем вообще? Ожидают ли перемены? Пока не вижу, Эльвир. Я вам хочу сказать, есть завистники и враги. Есть, которые вы думаете, да, что они в кавычках друзья. Нет. Есть зависть со стороны ваших окружающих. Будьте побдительны, повнимательны. С кем вы общаетесь? Так, Татьяна, 34 года. Будет ли ребенок, интересуется? Татьяна, 34. Будет ли ребенок в ближайшее время? Танечка, да, вижу. Вижу, ребенок будет, потому что выпадают детские хлопоты. Солнышко. Так, такой еще вопрос интересный. Богдан, 51. Вернется ли к Наталье, 45 лет? Вернется ли Богдан к Наталье? Сейчас посмотрим. Ваш Богдан любвеобильный человек. Есть третий лишний. У вас есть соперница, которая, вы знаете, я вам хочу сказать, она сильная. Соперница есть враг, который действительно его удерживает, чтобы повернулся к вам. Так, Ксюша, 38 лет. Спрашивает, получится ли бизнес? Ксения, 38. Исполнится ли желание? Пока застой. Вижу, отчаиваться будет и огромная утрата. Немножечко у вас будут проблемы с бумагами, потому что выпадает казенный король. Будьте аккуратнее. Так, Ольга, 34 года, хочет знать ближайшее будущее свое. Ольга, 34, да? Угу. Ставит ближайшее время. Так, новые люди, новые впечатления. Так, будьте внимательны тоже, с кем вы будете, будет у вас встреча, нечаянная, неожиданная встреча, будут новые знакомства, но будьте внимательны к этим людям. Тоже будет готовиться, знаете, какая-то подножка, кто-то будет рыть вам яму. Так, интересный вопрос от Ани, 33 года. Куплю ли квартиру с мужем в следующем году? Аня, 33, купит ли квартиру, исполнится ли желание? Купите, да? Вот, есть исполнение, желание, но не сейчас, чуть-чуть туда попозже. Так, Галина, 34 года, будут ли дети или нет? Галина, 34, будут ли дети? Галенька, пока вижу, что проигрышный исход, не вижу больная постель, немножечко проблемки со здоровьем. Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Так, Татьяна, 33 года, Александр, 46 лет. Что ждет нас в будущем? Деток нет, спрашивают. Татьяна, 33, и Александр, что ожидает в ближайшее время? Будут ли детские хлопоты? Танечка, ну, вот я вижу, что вы человек, который не останавливаетесь на достигнутом, да? Вот вы понимаете, что есть какие-то проблемы по поводу, чтобы у вас был ребенок. Ну, как сказать, то, что карта терпения выходит. Немножечко надо потерпеть, и все получится. Солнышко вижу светит, но немножечко погодят туда. Так, вопрос такой, я смотрю, как из турецких сериалов прям. Значит, Фатима, 34 года. Выйду ли я замуж или сойду с мужем, который уже женат? Так, Фатима, 34. Что ожидает в ближайшее время? Будут ли какие-то перемены в личной жизни? Фатима, 34. Подарок судьбы, я вам хочу сказать. Я не вижу, что вы сойдетесь с вашим мужчиной, с вашим мужем, но вам выпадает нечаянная встреча, подарок судьбы, новое знакомство. Так, в принципе, брак выпадает, но не обратно со своим мужем. Так, Михаил, 36, Виктория, 28. Когда будут дети, спрашивают. Михаил, 36, Виктория, 28. Когда будут дети? Викусь, пока не вижу, но я тебе даже скажу так. Скоро, в ближайшее время будут какие-то семейные конфликты внутри вашей семьи, семейные конфликты, но это будет как проверка на прочность. Отпустите эту ситуацию. Так, Елена, 40, и Валерий, 41. Будем ли мы снова вместе? Хочет ли он вернуться? Елена и Валерий, будут ли вместе? Так, нет, вместе вы не будете. Вместе вы пока не будете. Однозначно. Не пока, вот я сказала пока нет. Однозначно вы не будете вместе, потому что есть также третий лишний. Так, вот Александра, 34, Александр, 34, и Даниэла, 18. Будем ли вместе? Александра и Даниэла, будут ли вместе? Сашенька, вы, вот вижу, такой человек, что стремитесь все контролировать, да? Есть тайные враги. Я вижу, что была ситуация, что вы прям вот как разгневанная были, да? Вместе вы будете, но готовьтесь к хорошим переменам, но немножечко вам надо успокоиться, надо понять, что вы женщина в отношениях, а он мужчина. Так, Мария, 30 лет, что ждет в ближайшее время? Мария, 30, что ожидает в ближайшее время? Новость ожидает ударство. Удар будете душевно переживать, слезы выпадают. Новость по поводу вашего близкого человека. Не знаю, какая-то тайна откроется, вы будете очень сильно переживать и не рады даже будете тому, что вы об этом узнали. Как говорится, меньше знаешь, больше спишь, лучше спишь. Так, Ангелина, 30 лет, хочет понять, выйдет ли она замуж в 22-м году? Ангелина, 30, будет ли брак? Не вижу, пока постель одиночества, венец безбрачия. Нет, не выйдите пока. Так, Татьяна, 35 лет, будет ли ребенок? Очень хочется знать. Татьяна, 35, будет ли ребенок в ближайшее время? Победа, исполнение желаний, детские хлопоты, конечно, подарок судьбы. Будет, не переживай, солнышко, в ближайшее время. Так, Настя, 38, что с моей любовью? Его зовут Алексей, 33 года, любит ли он меня? Настя и Алексей, есть ли чувства у Алексея к Анастасии? Знаете, чувства есть у него, но ничего серьезного в дальнейшем я не вижу у вас. Так. Так, Наталья, 33 года, что ждет в рабочей сфере? Наталья, 33, что по работе? Отсутствие каких-то результатов, повторяйте одни и те же ошибки, будете разочаровываться, и на работе, я вам хочу сказать, вы общаетесь не с теми людьми. Так, Алена, 34, муж Дмитрий, 32, ребенок, 7 лет, что ждет нас в будущем? Алена и Дмитрий, да? Что ожидает в будущем? Так, вам выпадает какой-то возврат украденного, то, что у вас пропало, к вам вернется, я вам хочу сказать, восстановление доверия в вашей семье и выгодные перемены. Так, Карин, 21 год, спрашивает, сколько у меня будет детей, какого они будут пола? Ну, этого я не отвечу, Валер. Все, я просто не разбираюсь тоже. Так, Кет Иван, 37 лет, что меня ждет в новом году? Так, что, Иван, да? Нет, Кет Иван. Кет Иван. Это женское имя. Знаете, вы как человек, вот как, ну, не скажу, что слабый, у вас как слабый иммунитет, вы не можете постоять за себя. Есть люди, которые сильнее вас, рядом с вами находятся. Вы очень доверчивый человек, но я вам хочу сказать сразу, готовьтесь, готовится вам как нож в спину. Так, спрашивает Гуар, 45 лет, что будет у меня с финансами? Гуар, 45, что с финансами? Есть высокий подъем? Пока нет. Пока я не вижу, что что-то разрасталось. Вот оно как застой, как на одном месте, как белка в колесе. Не очень. Так, Лейла, 95-го года рождения, Кирилл, 91-го. Спрашивает Лейла, изменяет ли мне Кирилл? Есть ли измена между Кириллом и Лейлой? О, первая карта. Люблю, я, знаешь, такие вопросики, посмотри. Лучше бы не спрашивала. Первое, честное слово, первая карта вышла. Ох, вы мужчины. Ой, так. Галина, 34 года, будут ли дети, спрашивает. Галина, 34, будут ли детки? Галенька, ну, у нас такие вот шпательные вопросы, глупая самоуверенность. Нет, пока не вижу, даже вот две карты такие вышли. Неосуществимые планы, плывете против течения. Нет, пока я не вижу. Так, Ренат, 47 лет, уволят ли с работы или нет? Ренат, 47. Что сработает? Мы спросим так. Нет, почему вы так думаете? Вас не уволят. Вы будете на своем месте, не сомневайтесь даже. Так, Карина, 22 года. Построю ли я карьеру? Карина, 22. Будет ли карьерный рост? Сомневайтесь, вижу себе, у вас сидит страх, но готовьтесь к переменам, да, солнышко вам улыбается. Так, Оксана, 37. Приобретем ли свое жилье? Оксана, 37. Исполнится ли желание по поводу жилья? Знаете, я вам как скажу? Это как, вот это желание, чтобы он исполнилось, пока шанс ничтожно мал. Потому что повторяете какие-то ошибки и разочаровываетесь. Пока нет. Так, Елизавета, 23. Антон, 21. Что будет с отношениями в новом году? Елизавета и Антон, что будет с отношениями в новом году? Какая-то суета будет в ваших отношениях. И немножечко, как проверка на прочность. Но радостные новости вас ожидают. Вы будете вместе. И он вам по судьбе, дорогая моя. Так, спрашивают, можно ли узнать о здоровье моих родителей? Лариса, 58. Ага, все, понял. Все. Значит, Даниэла... Ага, Даниэла, 19 лет. Выдали замуж в ближайшие 5 лет. Даниэлочка, сейчас посмотрим, как ты спешишь замуж. Ты еще маленькая, солнышко. Смотри, солнышко. Будь поаккуратнее, будет новое знакомство. Человек такой, ну, не очень хороший. Человек будет двухличный, нечестный поступок. Он тебя обманет. Будь поаккуратнее, солнце. Анатолий, 40 лет, спрашивает. Что будет с финансами? Анатолий, 40. Что будет с финансами? Неожиданные препятствия, Анатолий. Ваши финансы, я вижу, что поют романсы. Нет, полное поражение. Ничего хорошего не вижу. Анна, 20 лет. Анна, 29 лет. Будет ли третий ребенок? Анна, 29. Будет ли еще ребенок? Анечка, пока не вижу. Пока тупик. Пока пустота, солнце. Тормозит эфир. Так, давайте, очень много вопросов. Да, давайте я последний прочту, а то я так буду радом сидеть. Так. Марина, 32 года. Что ждет в следующем году? Марина, 32. Что ожидает в ближайшее время? Вот так посмотрим. Плохие известия, Марин. Нерешительность какая-то. Будете ударствовать. Слезы выпадают. С этой новостью, да, вы очень будете переживать. Душевные воспитания. Ссоры, конфликты. Как, знаете, как бунт поднимется. Полное поражение. Необходима осмотрительность. Вот шесть карт, все шесть, все плохие. Будьте поаккуратны. Кстати, давайте на полный расклад. Напишите в личку. Мне есть вам что сказать. На самом деле. Друзья, здесь очень много вопросов. Поэтому, кого интересуют, более подробно, пишите Агафье. Она вам ответит и поможет в ваших вопросах. Агафья, спасибо вам огромное. Было очень интересно. Спасибо. Надеюсь, еще продолжим. Вот. Хорошего вам вечера. Друзья, еще раз говорю, кому что интересует, пишите Агафье в личку. Она вам обязательно поможет. Все. Спасибо тебе большое, Валер. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.